В 2018 году исполняется 10-летний юбилей с того момента, как мир узнал о существовании биткоина и технологии блокчейн благодаря Сатоше Накамото. Хочу спросить вас, Юлия, интересовались ли вы этой тематикой в привязке к туристической индустрии? Если да, как вы видите, возможности, учитывая, что страны сейчас очень активно разрабатывают, каждая по-своему, правда, но Украина одна из авангардных, много интересных событий в ней происходит, много отрицательных правд, но тем не менее положительных больше. Как вы в этой новой реальности ориентируетесь, как предприниматель, видите ли вы в феноменах криптовалют что-то интересное для сферы украинского туризма? Да, вижу и интересовалась этой сферой, она вообще интересует, много читаю, вообще интересно то, что происходит вокруг, но, естественно, было интересно, вот как взаимосвязаны. Вообще с криптовалютами пришли ко мне, сказали, вот ты разбираешься в туризме, мы разбираемся в криптовалютах, давай как-то это соединить. И я вникла в эту тему, на самом деле поняла, каким образом это можно соединить, я увидела, что уже много стартапов в этой сфере, и там есть возможности будущего, но вот не прямо сейчас, много должно отлететь шелухи, чтобы сформировалось что-то вот ценностное. Но вообще сама идея блокчейна в туризме мега применима, это и хранение данных о различных объектах туристических, это управление участниками этого рынка, это и, ну, на самом деле это может быть даже туристическая валюта, которая помогает путешественникам меняться ценностями какими-то. То есть вот сфер применения блокчейна, криптовалют в туризме огромное количество, и многие это понимают и пытаются это реализовать, и я думаю, что это очень динамичная живая сфера, на ней многие вообще технологии пробуются. Я больше даже верю, ну, блокчейн, понятно, это само собой, это уже, знаете, вот, это просто алгоритм, и он будет. И вот более такой алгоритм, который быстрее моего результаты увидим, это искусственный интеллект. Я вот, ну, мы много высшую математику изучали в ВУЗе, и я вот четко понимаю, как прямо сейчас искусственный интеллект может заменить моего менеджера. В моей компании, я надеюсь, что это не очень скоро произойдет, ну, или я быстрее придумаю, как это у себя реализовать.